Приветствую вас. Первое, о чем я бы хотел сказать, это то, что нет таких слов, которые можно было бы подобрать, значит, в этой ситуации. То есть как, в принципе, и в любой. Слов нет каких-то таких универсальных, потому что, ну, во-первых, если вы будете намекать, да, то намеки, соответственно, будут игнорироваться, потому что это не выгодно родителям. Если вы будете говорить прямо, то, скорее всего, будет сопротивление, хотя это не точно, да, потому что никакого прецедента не было, но я думаю, что совершенно не случайно ваши братья, да, то есть которые взрослые братья, да, они тоже живут вместе с родителями. То есть родители не хотят отпускать от себя своих детей. Как это не печально звучит, они не хотят этого делать, и, видимо, на этом у них есть причины, скорее всего, причины те же самые, что и у вас, страх одиночества. То есть если люди, вот, родители в данном случае боятся одиночества, то они, соответственно, передают этот же страх и своим детям. Если родители стремятся контролировать, ну, других людей, своих близких, родных, любимых, вот, то, соответственно, скорее всего, и вы тоже будете это делать, ну, просто на бессоннатном уровне. Вот, поэтому, слов никаких, на самом деле, здесь универсальных нет. Я бы, если, вот, говорить, чисто, так конкретно, то я бы рекомендовал здесь сказать коротко, чётко и лаконично. Вот, что, как бы, мам, пап, я переезжаю. Причём, сделать этот процесс уже нужно необратимым. Да, то есть я собираюсь переезжать. А я переезжаю, то есть когда уже квартира есть, уже куплена, уже, там, соответственно, мебель, да, там, всё готово-готово, вам просто уже нужно собрать вещи, там, если вы, ну, заплатили, скажем так. Ну, я точно не знаю, как это происходит, да, но если вы, например, снимаете жильё, да, вот вы видите, что подобрали квартиру, вот, непонятно, что значит подобрали, да, то есть хотите вы её снять или купить. Но с момента, вот, первого платежа за, скажем, коммунальные услуги, да, вот, или с момента первого платежа аренды, вот, вы понимаете, что всё, вы, как бы, вкладываете всё это и, соответственно, об этом и нужно сказать родителям. Вот. То есть в идеальном случае лучше, конечно, если вы скажете об этом заразе. Но у вас такая история, что родители, скорее всего, будут вас преубеждать, я так понимаю, или вы боитесь, или вы не уверены. Поэтому здесь лучше будет, если вы скажете именно по факту, да, как бы поставите их перед фактом. Другой вопрос. А почему вас волнует то, как грамотно сказать родителям об этом, о том, где вы хотите переехать? То есть почему вас это интересует, что будет, если вы не грамотно, по вашему мнению, скажете им об этом? Можно ли реально, вот подумайте, можно ли реально сказать грамотно родителям о таких вещах? Это самое, как, знаете, ну, в один раз, да, я выхожу замуж, я беременна, там у меня есть мужчина, вот такие вот вещи, да, которые, вот как ты тут не говори, вот что ты тут не делай, а ситуация, как бы, она вот уже произошла. То есть какое значение для вас имеет грамотность сказанного родителям? В какой реакции вы ждете от родителей? То есть, понимаете, вот, когда вы хотите сказать грамотно что-то, вот, вы хотите чего-то для себя в этот момент. Ну, вам хочется, может быть, одобрения, может быть, вам хочется поддержки, может быть, вам хочется, чтобы они сказали, да, дочь, ты молодец, ты правильно делаешь все, мы тебя поддерживаем, вот. Надо говорить только о том, что вы в себе не уверены, к сожалению, вот. А дальше, дальше, соответственно, если вы не уверены, да, то это нужно разбирать, почему вы не уверены, почему вы не уверены и так далее. Дальше, вы пишите, уже был намек с моей стороны, они не восприняли это всерьез, и не воспримет там, если им это не выгодно, они не хотят, чтобы вы уже уезжали. В последнее время я все больше и больше об этом думаю, даже подобрала уже квартир. Думаете вы о чем? Эм, то есть, конкретно. Что конкретно вам нужно, когда вы говорите о, ну, переездке? Деньги сама зарабатываю, по мере возможности помогаю им. Эм, ну, вот это уже. А, весьма интересный момент, я бы сказал, что он даже в некоторой степени тревожный, потому что, если ваши родители достаточно молодые, здоровые, вот, если у них есть еще двое детей, тоже взрослых, которые тоже, наверное, работают, то помощь им представляется, представляется мне каким-то, каким-то весьма сомнительным, эм, действием, которое, ну, скорее всего, вредит вам. Вообще нет, вообще у меня такое чувство, что ваши родители, они, эээ, культивировали вас, эээ, чувство вины, просто вот культивировали вас, чувство вины за то, что вы есть. То есть, вот, вы виноваты тем, что вы их, эээ, ребенок. Я, конечно, эээ, сейчас немножко утрирую, да, в плане того, что, может быть, все не так откровенно, не так, ээээ, прям, буквально, но у меня такое ощущение, потому что вы им помогаете, вы боитесь им сказать, что вы уезжаете, эээ, ну, хотите переехать, вы, соответственно, общаетесь только с родственниками, да, у вас нет своего круга общения, эээ, у них есть два еще взрослых ребенка, которые тоже живут с ними. То есть, все это очень напоминает то, что, вот, эээ, плюс, плюс то, что вы не уверены в себе, то, что вы колеблетесь, эээ, это все, вот, очень сильно напоминает, именно, ээээ, вину, вину за то, что, вот, как бы, ну, что вы не такая дочь, да, какой они хотят вас видеть, не такой ребенок, какой нужен им, из-за этого тебя винят. То есть, здесь, как бы, эээ, вы берете на себя ответственность за то, что вы родились. Вот. Вот мне так, эээ, показалось. Я не могу сказать, что, если это так, то это то, что очень сильно нам помогает. То есть, как бы, разграничение ответственности и установка личных границ, а также взятие ответственности на себя, но только за себя, это то, что важно сделать вам в первую очередь. То есть, в этом плане даже, даже, вот, то, что вы находитесь сейчас с семьей, это даже хорошо. Потому что, в этом случае у вас будет реальный шанс, эээ, попрактиковаться в том, в том, чтобы отстаивать, эээ, свои личные границы, эээ, чтобы, эээ, проверить свои силы в этом. Потому что, ну, может быть, если вы сразу переедете, да, и сразу останетесь со стороны, а может быть, вам будет тяжелее. Может быть, вам будет тяжелее больше, чем вы сейчас думаете. Вот, значит, квартиры тоже планировали оплачивать сама, но они не видят смысла моего переезда. А вы видите смысл моего переезда? Причем здесь они? Вот это один из моментов ответственности, да? То есть, родители не видят смысла в том, что делает их ребенок. Вопрос, а должны? Если, если да, то почему? Если да, то для чего? Если да, то кому? Понимаете? Полагаю, они считают, что если я не замужем, то и отдельно жить не имеет смысла. Возможно, хотя лучше было бы, если бы вы, ну, узнали бы это наверняка, потому что, так вот, эээ, гадатель не самый лучший расклад. Вот. Поэтому тут я рекомендую вам все-таки, ээ, может быть, узнать у них, что они что-нибудь считают, да? Потому что оно, получается, что между вами нет доверия. Вот. Получается, что вы не совсем друг другу доверяете. Так, однако мне уже почти двадцать, ну, мне уже почти тридцать, вы пишите в скобочках двадцать семь, я чувствую, что мне хочется иметь отдельное жилье. Ну, смотрите, ээ, возраст, он для вас здесь с определенными значениями. Да? Что есть? Какое, какой смысл, каким смыслом вы наделяете, ээ, дольше вам двадцать семь лет? То есть, связан где-то с тем, что вы, например, не реализуетесь. Или, ээ, ну, чем-то еще. Это может быть что-то психологическое, например, это может быть что-то, ээ, еще что-то, например, ээ, культурное, да? То есть, девушка, там, тридцать лет, да, вот она, там, к тридцать годам должна, там, что-то, ну, чего-то добиться, да, что-то иметь. Может быть так, вы считаете. То есть тут, как бы, тоже, ээ, нужно исследовать этот момент. Ага, причем исследовать нужно еще и тот момент, ээ, чем вы руководствуетесь, ээ, по жизни, по жизни, ээ, при совершении выбора, при принятии решений и так далее. Потому что, есть ощущение, что вы не чувствуете себя реализованы, несмотря на работу. Вот. Тогда возникает вопрос, а, как работу выбирали? Ну, то есть, кто выбирал работу, вы или родители? Вот. В данный момент выходит, что мы живем большой-большой семьей, а родители, два брата и все взрослые уже. Ну, хорошо, да, это выходит так и, получается, что всех все устраивает, кроме вас. Эээ, меня это немного напрягает, напрягает. Чем? Иногда хочется одной побыть. Да, это проблема личной границы. Ээ, я не знаю, конечно, есть ли у вас отдельная комната, ээ, в квартире, где вы живете. Но личные границы, ээ, это не всегда то, что означено территориально. Личные границы, это скорее некий такой, ээ, ментально-психологический, эээ, контур, эээ, в котором находитесь вы. И, за который, эээ, вы не пускаете людей, не пускаете мысли, да, а если пускаете, то тщательно фильтруете. Эээ, то есть, знаете, что-то, когда это мне не подходит, что мне подходит. Ну, яркий пример, да, вот. Эээ, если вы скажете мне, допустим, что, эээ, ну, какой бы пример привести, ничего, в голову не приходит, не приходит. Ну, допустим, если вы скажете мне, что, как психолог, да, я не очень, если вы скажете мне. А, я обязательно спрошу у вас, почему, да, и если вы дадите мне адекватную обратную связь, я, наверное, учту это, проанализирую и посмотрю, что можно сделать. Ну, чтобы, эээ, исправить, да, чтобы, как бы, подкорректировать. Если вы скажете мне, что, например, хотеть помогать людям, допустим, или быть честным, это плохо, да, то я не буду, опять же, с вами спорить. Но, когда вы мне заговорите, я пропускаю через фильтр, то есть я уже оставляю за контур, за контур то, что вы говорите по смыслу. И больше уделяю внимание именно вашей личности. Да? То есть почему вы это говорите? Вот. То есть это вот такое развлечение. И было бы хорошо, если бы вы пользовались этим развлечением сами в своей жизни. Потому что такое впечатление, что вы хотите сбежать в квартиру от, ну вот, всех этих людей, которые вас окружают. Вы не сбежите, потому что проблема не в людях, а в вас, в том, как вы воспринимаете внешние посылы, внешний мир. И до тех пор, пока не будет здоровой доли критики в том, что вы видите в других людях, вряд ли вам поможет переезд куда-либо. То есть переезжать, конечно, нужно. Я думаю, что это хорошая идея. Но, параллельно с этим, да, нужна ещё и психологическая, как бы, база. Психологическая база для того, чтобы адекватно воспринимать то, что поступает из нее. Наверное, это уже должно звучит, но часто после работы хочется уделить внимание себе. Аноним. Я не знаю, безусловно, серьезно вы ее говорите или нет. Ну, сейчас, да, я не знаю. Но, мне кажется, что, если вы серьезно пишете, что, вот, наверное, ужасно звучит, но хочется уделить внимание себе, то я бы сказал, что вы себе не принадлежите. То есть у вас есть четкая установка, что угощать другим людям. Я должна быть хорошей для других. Для всех, кроме себя. Вот. Внимание уделять я должна другим. Вот. Значит. Делать что-то для других. Но не для себя. Если это так, то переезд вызовет у вас чувство вины. Скорее всего. Которое будет усиливаться без корректировки. Вот. Потому что здесь у вас нет принятия себя. Нет прислушивания к своим желаниям. Без вины. Вот. Ну, то есть. Это, видимо, это сделал с вами посыл родителей, что вы им должны. Ну, за то, что вас родили. Ага, да, если я перееду, я буду жить одна, пишите вы, верно. Мне должно быть иногда одиноко, но мне внутри кажется, что на данный момент времени мне это нужно. Это здорово. Это здорово. А что вам еще кажется? Я срилась на анониме. Что еще кажется? Подумайте, что еще вам кажется? Именно кажется, в чем вы не уверены, но кажется. Вот. Просто постарайтесь вытащить все вот эти моменты, которые вам кажутся. И допустить, представить, что это реально. Что это реально то, что вам кажется. Дальше, живя с ними, я не ощущаю так остро потребность обрести свою семью. Ну, опять же, понимаете, я не знаю, серьезно вы это пишите или нет, но, как бы так сказать. А для чего вам нужно свою семью обретать? Если я вас правильно понял, 27 лет вы живете в своей семье. И у вас нет круга своего общения. Своего круга общения. Сейчас к этому сказку мы тоже перейдем. И вы хотите создать свою семью уже. То есть, по сути, вы стремитесь, опять же, к сугубо социальной роли. При этом забывая о своей индивидуальности. То есть, такое впечатление, что вы хотите переехать от родителей, чтобы обрести свою семью, чтобы угостить родителям. Которые, значит, семейные ценности ставят, ну, превыше всего. И получается, что вы думаете о том, как сказать родителям о своем желании удовлетворить их желание, да, обвиняя себя за то, что вы не можете сделать это. Ну, сто процентов правильно, сто процентов удобно для них. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, я, конечно, опять же не знаю, но выглядит это все именно так. И мне кажется, что тут нужно тщательно разбирать, где ваше желание. Где желание, собственно, родителей. Вот. Родители не хотят вашу семью, потому что они говорят, что нет смысла переезжать, если ты не замуж. И вы тут же говорите, что, живя с ними, я не так отрочусь попрепно создать семью. Смотрите, какая история. То есть променять одно, вырваться из одной семьи, чтобы тут же создать другую. Не для того, чтобы расправить крылья и посидеть для себя, а, значит, ну, побыть личностью. Допустим, там, встречаться с мужчинами, достичь чего-то в какой-то сфере, да, и так далее. Еще я отметил, что у меня толком нет своего круга общения, в основном это общие родственники. Ну, так, а что вам интересно-то? Вопрос. Есть у вас свои интересы? Если есть, то как они себя проявляют? Ваш интерес? По поводу чего круг и круг общения должен быть и формироваться? Круг общения формируется тогда, когда у людей есть общий интерес. Если у вас общих интересов, если у вас интересов своих нет, то откуда взяться, собственно, кругу общения? По поводу чего? Если у вас кроме семьи и работы больше нет, ничего, то вот, пожалуйста. Так, может быть, стоит им внимание на это обратить? Может быть, стоит просто для начала проводить больше времени вне дома? То есть, ну, там, посещать какие-то мероприятия, допустим. Уехать куда-нибудь на пару дней. Там, ну, там, в отпуск, там, куда-нибудь еще. Вот. Ну, просто для начала так проверить свои силы. Хотя бы просто снять гостиницу где-нибудь, ну, на пару дней, да? На пару дней где-нибудь в каком-нибудь загородном доме, например. Или там где-то еще. Вот. Просто чтобы посмотреть, как вы себя там отчетываете. Чтобы просто посмотреть, чем вы будете заниматься, если не работать и не с семьей. Вот. Внутри присутствует страх, что я еще больше замкнусь в себя. Понимаете, эм, страх это такая интересная история, что боимся мы того, чего хотим, на себе запрещаем. Я считаю, что вам здорово было бы замкнуться в себе и побольше пожить именно своей внутренней жизнью, внутренней духовной жизнью, жизнью вашего внутреннего мира. То есть, у вас не случайно этот страх, у вас не случайно этот страх. Это то, чего вы хотите, но то, чего запрещают вам ваши родители. Соответственно, этот запрет в первую очередь нужно снять. Вот и все. Дальше. Боюсь, что расстрою родителей. Возможно, а что для вас это будет значить? Подумайте. То есть, ну, что дальше. Ведь вы еще не расстроите их, боитесь. Как? Ну, это не предмет вашего страха. То есть, как бы, мы не боимся, да, там, допустим, темноты, монстров, там, всего-то еще. Мы боимся того, что они для нас значат. Мы боимся значения. То есть, в расстройстве родителей для вас кроется некая опасность, которая выводит вас из зоны комфорта. Вот что это такое? Что выводит вас из зоны комфорта? Скорее всего, это вот, когда вы идете против родителей, да, ну, условно говоря, против. Вы теряете их подветочку, а себе вы не доверяете. Ну, в достаточной степени, себе вы не доверяете. Почему нужно выяснять? То есть, я бы здесь, конечно, проанализировал бы, как вы выстраиваете отношения с людьми, как вы выстраиваете отношения с тобой, в чем вынуждает, из-за этого, то есть, бывает такая история, что человек, например, очень хорошо все чувствует, но не выражает свои чувства. Бывает наоборот, что для человека не проблема пообщаться, не проблема повзаимодействовать. Но свои чувства человек не слышит, не слышит. Ну, просто, просто не слышит. То есть, они есть, но он их игнорирует, как бы, вот. И, соответственно, это вот становится проблемой. Поэтому здесь, мне кажется, нужно посмотреть, что именно, в чем именно проблема, и, соответственно, с этим поработать. Выкрык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. это. Они решат, что мне с ними плохо. Пусть решат, в чем проблема. Вам действительно с ними плохо. Почему? Потому что родители, да, подразумевают кого? Детей. Ребенка. То есть, если есть родители, то есть ребенок. И когда ребенок уже не ребенок, а взрослый человек, ему естественно становится с родителями плохо, как становится плохо человеку, который вырос в своей одежде, да, но который в этой одежде находится. Она режет его тело, она впивается в его кожу, да. Человек чувствует себя вясненным и так далее. Плохо ли это? Да. Так что здесь, опять же, не доверяя к своим чувствам. Ну и старый совет у нас неуверенный финиш. И я думаю, что внутренний запрет на тот, чтобы действовать по своему направлению. Вот. Как бы, как драйвер, да, я бы назвал это. Есть такой драйвер, угоди мне, называется. Можете посмотреть в интернете об этом. Он есть, этот драйвер. Он есть, и многие люди живут по такой установке. Они себе не принадлежат, к сожалению. Ну, а может, и к счастью, для кого-то к счастью. Для вас явно нет. Вот. Так что, почитав про установку, угоди мне. Драйвер, драйвер, угоди мне. Или угоди другим. Вот. Я думаю, что вы поймете, откуда у вас, вот, в такой, вот, ну, в такую, в такая точка времени, в такая позиция. Я не до конца понимаю, действительно ли мне это нужно. Нужно что? Вот, вы сбились с мыслями, а, б, а, к моменту, к моменту вопроса. Нужно что? Так, нужно ли переезжать вам? Да, ну, нет. Потому что. А, подсознание вам, а, отчаянно сигнализирует о том, что вы не самостоятельны, что вы не готовы к взрослой жизни. Несмотря на то, что вы работаете. Что вы не являетесь самообеспечивающейся системой. Вот. И ваш страх, что вы замкнете в себе, он, как бы, наглядно это демонстрирует. Поэтому я бы сказал, что да, это действительно вам нужно. Нужно не для чего-то, а потребностей. Пока вы считаете, что это большая потребность в создании семьи. Я не отрицаю от того, что... Семью, конечно, создать это здорово. Все же, я думаю, что перед семьей необходимо обрести такую вот внутреннюю гармонию, чтобы... И внутреннюю полнополустью достаточно, чтобы в семье не реализовываться за счет других людей. Как это делать у ваших родителей. То есть, если вы создадите семью сейчас, да, допустим. Ну вот вы приедете, да, и тут же создадите семью. То будет создаться семья такая же, как у ваших родителей. То есть вы также будете держаться за... Мужа, за своих детей, не будете их отпускать, потому что без них... А кто вы без них? Что вы без них? Что вашего-то без них? Открывается. Вот. Такая история. А мне кажется, что и родители ваши, они тоже все вот туда, все в семью. Ну кто-то. И, наверное, мама может быть. Мама... Больше... В большей степени, папа в меньшей степени. Вот. А может, я просто накручиваю себя. Накручивайте себя все. Обычно, когда говорят про накручивание, да, подразумевают... Навязчивые мысли. А в данном случае за навязчивыми мыслями всегда стоит что-то. Что-то или кто-то. И мне кажется, мне кажется, что даже если вы преувеличиваете свои, ну, желания, да, и то, что вам нужно здесь и сейчас, даже если вы преувеличиваете. Мне кажется, что доля истины в ваших желаниях всё равно есть. Вот. Понимаете? Но для этого нужно стремиться перестать угощать всем людям. Ну, смотрите, вы отметили лайками все ответы, да? Но ведь не может же быть такого, чтобы все ответы вам понравились? Ну, не может же такого быть? Надо видеть, что ответ хороший, но это не ваше. Надо видеть, что ответ вроде бы хороший, но непрофессиональный. Ну, вот. Можно, конечно, говорить о том, что у нас на сайте все профессионалы. Я не буду с этим спорить. Но просто хочу сказать, что с учетом всего того, что вы написали, да, вот, очень символично смотрится тот факт, что всем вы поставили лайк. То есть не выбрали лучший ответ, да, например, и человека, с которым бы вы консультироваться, ну, решили бы консультироваться. А вместо этого просто поставили всем лайк. Ну, это опять свидетельствует о том, что вы хотите всем угодить. Вот. И от этого нужно отходить. От этого нужно отходить. Ровно настолько, чтобы вы удовлетворяли себя. Чтобы сперва удовлетворяли ваши интересы, а потом уже интересы других людей. Да, это эгоистично, но это здоровый эгоизм, который необходим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Как итог, мне кажется, что нужна определенная работа вам над собой. Для этого нужно поставить запрос, да, чего вы хотите. Вот на основании моего ответа, например, постарайтесь. Или на основании ответов других коллег, не важно. Постарайтесь сформулировать, что вы хотите поменять в себе. И вот с этим нужно работать. Просто чисто переезд вашу проблему не решит как таковую. Я желаю вам удачи, всего доброго и надеюсь, что вы скажете родителям о том, что вы хотите, как есть, без лишних слов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.